И Центробанк отрицает, что просил закрыть счета зарубежных фирм. Бить тревогу бизнесмены стали в начале месяца. Якобы с 4 июня регулятор требовал от банков ликвидировать счета компаний-пустышек. Их еще называют Shell Companies, то есть компании-оболочки, которые отмывают в республике деньги, пользуясь крайне лояльным законодательством. Опять же, якобы, речь шла в том числе и о россиянах. В конце мая некоторые пожаловались на проблемы с открытием счетов и связали это с давлением американского Минфина. Слухи поползли не случайно. 60% экономики Кипра, банковский сектор, 1,5 как раз деньги, связанные с нашей страной. Вспомним последний банковский кризис на Кипре в 12-13 годах. Так вот тогда эксперты насчитали 35 миллиардов евро российских граждан. И еще столько же юрлица, то есть банки и компании из России. Однако те, кто живет и работает там, говорят, да, регулирование ужесточает, но не так критично. Шум совершенно обоснованный, потому что мне известны десятки случаев, в ситуациях, в которых люди получили негативное решение коммерческих банков Кипра. В частности, существуют случаи, когда даже кипрские компании лишали счетов коммерческих банков. По причине того, что эти компании существовали только на бумаге, не имели персонала и не имели связи с реальным экономическим присутствием в республике Кипр. То есть не вели там деятельность. У нас есть официальный ответ кипрского ЦБ по электронной почте. Вот он же на плазме. Оказалось, директива банкам все же была, но, цитирую, первое, никаких предписаний по закрытию счетов с 4 июня не было. Второй пункт о банковской тайне. Принцип, зная своего клиента, всегда оставался прерогативой кредитных учреждений и фирм-клиентов. Ну и третье. ЦБ Кипр просил коммерческие банки проверить все счета на наличие фирм-пустышек. Наверное, это логично. Давно известно, что Кипр любимое место состоятельных предпринимателей. Здесь низкие налоги, базовая ставка на корпорации всего 12,5%. Дальше. Стабильная валюта, не было требований по отчетности о происхождении денег. А если покупаешь квартиру или предприятие, то на руках вообще окажется кипрский паспорт. Чем, кстати, в марте воспользовался Олег Дерипаска. Вот так потихоньку Кипр и превратился в остров сбережения. Но только сейчас началась целенаправленная борьба с серыми схемами. В основном это спекуляции. Где-то все раздуто, дает, конечно, нервозность банковскому сектору Кибра. Есть обычный европейский комплайнс, который присутствует на Кибре в банковской системе. Он все жестче и жестче становится. Кипрские банки производят ревизию всех своих клиентов. Они хотят понимать, что за клиент, каким бизнесом он занимается, ведет ли он коммерческую деятельность. Или это в области серой или темной экономики. Как можно предположить, часть пустых контор все же покинет юрисдикцию. Вариант тут такой. Перевести деньги, скажем, в Лихтенштейн, еще одну налоговую гавань. Хотя счет там содержать немного дороже, но условия введения бухгалтерии похожи на Кипр. Даже из Москвы можно через посредников открыть в республике фирму за 800 или 1000 евро. Но у многих инвесторов по-прежнему на слуху история из Латвии. Зимой финансовая разведка США представила доклад об отмывании российских денег в прибалтийских банках. В итоге третье по размерам кредитное учреждение АБЛВ приказало долго жить. Сначала банк потерял 600 миллионов евро, а затем был ликвидирован. Продолжение следует...